здравствуйте дорогие мои друзья сегодня мы с вами заснимем ролик про браузер mipel или mapal меня уже несколько дней просят это сделать но я все не мог потому что то на даче был то еще куда-то ездил и так что мы будем делать есть нетбук с windows xp и здесь слабое железо это атом очень слабый атом это 2 гигабайта оперативной памяти ddr3 и это hdd обычный ноутбучный медленный hdd так вот хочу показать и сам посмотреть естественно как данный браузер будет себя вести на таком железе я бы мог все это заснять на виртуальной машине там бы он естественно работал бы но куда более быстрее и эффективнее и многие владельцы всяческих стареньких машин скорее всего одноядерных побежали бы его скачивать и устанавливать думая что резко компьютер превратится в современную машину для серфинга в интернете по умолчанию здесь у меня браузер кмиллион который основан на очень устаревшим firefox пришли обновления нужно все это дело перезагрузить и здесь у меня интересный момент где клан вин определил многие штуковины в системе как трояны как а дворе то есть рекламные вирусы ну я уже разобрался что такое насчета секью это и так понятно но то что в redalder 2 будет а дворья конечно не ожидал тут кстати этот момент можно даже увидеть есть уберу ту штуку вот видите вот это бы аж а это браузерное дополнение это является а дворью и так мы сейчас перезагрузим машину и так скачиваем данный шедевр версия 28 7 и 1 32 бита естественно устанавливаем его а это господа логотип какой-то енот или енотоподобная собака ну чё-то типа такого непонятно нажимаем next стандартная установка и инсталируем дальше потом мы жмем finish и и браузер должен запуститься запускается он как-то так в принципе довольно быстро я бы сказал теперь про сам браузер и так господа полимон перестал обновляться под windows vista и xp и один товарищ под ником феодор 2 решил все это дело исправить и создал свой форк под названием mepal данный продукт он публикует на github тут есть ссылка на его github ну и тут написано что поддержка windows xp и windows 2003 по сути это тот же самый полимон при самом запуске видео на ю тубе данный браузер будет жрать 80 процентов потом это все падает до 22 до 10 и держится где-то примерно 20 процентов 25 тире и 730 мегабайт оперативной памяти что немного это естественно качество господа 480 пи что в принципе для такого экранчика как здесь и такого разрешения теоретически приемлемо ну конечно хотелось бы 720 пи мы сейчас включим 720 пи 48 кадров все это дело держится в таком состоянии 90-80 с небольшими падениями до 70 процентов цп 750 мегабайт оперативной памяти а было бы 60 кадров то наверное бы совсем бы вы ничего не посмотрели а тут даже и посмотреть можно господа она одна ядерной машине все будет еще еще даже хуже интересно как он будет открывать тяжелые сайты типа apple.com давайте посмотрим просто посмотрим на скорость и как это все будет показываться в принципе должно нормально самое главное чтобы не тормозило я тут не отключал не плавную прокрутку ничего не делал ничего в настройках не делал все нормально можно просматривать ничего не тормозит ничего не глючит ничего не плющит в принципе неплохо настройки здесь у нас классические такие как в старых версиях firefox примерно ну где-то начиная с 4 по 40 оформление тоже старого типа классическая местами напоминает еще firefox 3.6 из минусов отсутствие русского языка есть конечно вероятность что с помощью костылей там лома баклажана и огурца можно как-то заставить поддерживать русский язык потому что это все-таки firefox как ни крути но если мы почитаем допустим блогу в блоге вообще ноль какой-то важной информации вообще нет то есть человек написал здорово ребята вам надо браузер для xp все-таки да чувак да пожалуйста очень хотим вот фаги просят все скинул короче ссылку на github и как бы все больше ничего от себя что скажу проводить какие-то серьезные тесты на такой слабой машине ну не вижу смысла а с чем-то сравнивать то мы будем с 49 хромом который устарел с 52 фарфоксом чем ничего больше актуального нет поэтому тут нужно найти как бы жить по принципу работает да и работает можно еще конечно попробовать seo monkey ну последний seo monkey кстати основан на том же самом 52 фарфоксе поэтому тоже наверно смысла нет при попыточке установить этот блок вылазит такая штуковина которая говорит чувак слушай твой браузер чуть-чуть не такой тебе наверное нужно какие-то другие расширения устанавливать обратись к разработчикам именно поэтому товарищи за расширениями вам придется обращаться к разработчикам полимон у них есть там какое-то расширение давайте мы его попробуем установить и вы знаете но там как бы ставится и это вроде бы отблок да это отблок и он работает господа так что без расширений на windows xp вы не останетесь какая-никакая поддержка все-таки но естественно вам интересно как все это будет работать социальными сетями работает все это очень медленно невероятно вначале вообще было невозможно сейчас хотя бы работает скролл и при этом отблок не убирает рекламу что печально здесь ее море допустим в своем огнелись и я эту рекламу вообще не вижу а тут она вся есть можно увидеть как все медленно запускается господи с большим трудом охренеть просто насколько все это медленно работает как увеличить производительность хоть чуть-чуть нужно отключить плавную прокрутку она очень сильно замедляет серфинг по vk так отключил ну стало чуток приятнее может это не так заметно ну вы знаете по приятнее все-таки vk не тот что был во времена xp сейчас это очень тяжелый сайт поэтому готовьтесь что социальными сетями будут проблемы а если я зайду в одноклассники тогда вообще придется мобильную версию включать давайте запустим диспетчер задач и вы увидите как бедный атом находится просто в абстрации или в просрации то есть я вот листаю но все время 48 50 процентов а если мы запустим какую-нибудь музыку например вот мне интересно что будет если мы запустим любую музыку сейчас секундочку будет вообще просто от да нет нормально смотрите ну примерно 50 процентов цп 660 мегабайт оперативной памяти то есть на таком слабом устройстве сидеть ввк ну так себе с относительной скоростью можно слушать музыку можно общаться с друзьями так а давайте мы попробуем какое-нибудь видео ввк воспроизвести боже мой открывайся пожалуйста вот например ролик из инстаграм чека давайте попробуем его запустить через стандартный плеер требует флэш-плеер спасибо флэш-плеер нам не нужен потому что это будет еще медленней народ что я хотел сказать данным роликом браузер то приколхозить можно но сам интернет стал жирнее поэтому из своих старых core 2 duo от лон x2 на которые еще на м2 идут до на всяческих там пентиум 4 вы конфетку не получите да вы присобачите туда этот браузер да ну кое-как у вас будет открываться в отличие от устаревших версий но производительности высокой вы не увидите все равно но может на чуть-чуть совсем на чуть-чуть хотя бы это можно будет делать на этой старой машине скажу даже с юмором современный смартфон бюджетный справляться с этим будет в два-три раза быстрее и проще такую машину завести на дачу или отдать бабушке с дедушкой установить туда skype или просто использовать ее как ретро-машину для удовольствия для например каких-нибудь олдовых игрушек ведь играть в такие старые игрушки просто невероятно классно я уже несколько дней залипаю на этом ноетбуке в red alert 2 игрушка имеет культовый статус и на таких машинах идет замечательно без всяких там костылей и многого другого ну что ж поковыряли браузер me pal это было довольно интересно я его кстати оставлю в любом случае он лучше работает чем тот браузер который у меня был на этом я заканчив всем пока спасибо за внимание я пока поиграю в red alert 2 всем хорошего дня и и Продолжение следует...